друзья всем привет сегодня речь у нас пойдет о вот этой yamaha и в целом я просто хотел расскажет на что обратить внимание при выборе ямахи и когда вы приезжаете словно ничего про нее не знаете не хотите купить на что обратить в целом внимание какие узлы и агрегаты которые помогут вам не ошибиться при выборе поэтому давайте я пробегусь быстренько попробую ложится некий тайминг кому-то ведь это будет полезно ставьте лайк и не забывайте подписывать много будет еще интересного и так погнали соответственно не забываем ребята смотреть ступичные подшипники они часто выходят устроенные марки особенно если это не оригинал поэтому старайтесь лучше ставить оригинал и покупайте кавасачи но это бог с ним при выборе этой майки я не обратил внимание должным образом на пакула поворотный в котором здесь был вертыш из-за этого сильно лифтило мне сначала показалось что просто не докручена гайка на шарово опоре наказался ты не так разбит и кулак я попал в итоге на десятку на замену нового кулака поэтому имейте ввиду такие вещи далее проверять гранаты привода потому что часто бывает они хрустят стучат или бывают повреждены так бы я хотел особо внимание уделить тому что не стоит обращать внимание сильно пластик потому что пластик может быть оклеен различными элементами или просто быть окрашен в данном случае он был окрашен для того чтобы он был приятного внешнего вида кто-то его хочет сэкономить на этой мани красит кто-то хочет чуть подороже них обклеивать кто-то хочет вообще совсем по фэншу это не покупает новый пластик но ребята самым важным остается это не пластик и внешний гризлик а это остается техническая часть потому что самые дорогие элементы которые стоит обратить внимание после кулака поехали дальше не забываем смотреть в этих элементах очень часто бывает здесь вот лопается рама для особо райдеров которые наваливаю слишком сильно поэтому смотрите в этих местах больше слабых мест особо сильных этих элементах нету также не забываем проверять привода гранаты на их состояние работ способности колеса отец не забываем покачивать такой превышенный домкрат не стесняйтесь это делать просите об этом либо свой приводите там когда вы просите об этом владельца сам будет большим для вас подспорим зоне только когда вы будете смотреть ее также следующего элемента на чтобы я хотел обратить внимание это на элементы магнета крышки данном случае и еще элемента рама смотрите здесь данном случае у меня производилась замену на что можно быть видно из герметики нужно соответственно спрашивать на каком пробеге это делалось и что делать для того чтобы понять что это не забывайте не снять скидывать пластик и смотреть различные узлы агрегат также существуют вот такие в раме трещины обязательно смотрите на них поскольку бывает провар и не забывайте опять же смотреть на подушке но на случай я секнул не обратил внимание на подушке здесь все четыре подушки были подушатана мертвы поэтому смотрите в каком состоянии них просто топа подсовываю немножечко монтажечку из море состояние или же потому что произведенном квадрики вы это не увидите также часто нечестные продавцы поскольку мотор очень часто в коричневой жижи становится честно скажу на самом деле на это сильно не стоит обращать внимание но тем не менее один из таких элементов который бы все-таки обратно ним их начинает вы как это говорит вытравливать химии для того чтобы мотор стал белоснежно когда вытравливать мотор слишком сильно химии он становится серым прям таким найти прям серого цвета такого становится поэтому я думаю что пробега в этом случае не соответствует действительности ну да бог с ним самый главный игры не забываем это проверять мотор чтобы он работал исправный тарахтел поэтому сюда просите приезжали чтобы вас мотор был холодно никто не прогревал его это один из элементов который послужит при выборе техники далее обращайте внимание состояние воздушного фильтра и что находится под ним насколько там сильно грязь она есть это тоже очень важный элемент я очень сильно угорел на то что пленился залезть в крышку вариатора и посмотреть что там находится и в каком состоянии в принципе узлы агрегат из-за этого я попал на достаточно хорошую сумму поэтому не стесняйтесь скидывать крышку вариатор крепится в принципе все это через подножку сами видите здесь силе 6 болтов и здесь 4 и здесь 4 болта снимаете подножку вытаскивайте раскручиваете винты вот этим это все закручивается на 10 ньютонов то есть все несложно сделать простым в принципе гаечным ключом но вы когда снимите крышку вы видите соответственно все узлы агрегат в каком состоянии сразу хочу напомнить что ценник одного у вас стоит порядка где-то 15 тысяч рублей порядка там также около 20 ну еще около где-то 25 тысяч рублей на все узлы не считая ремня можете попасть поэтому сразу смотреть это ваша будет зона торга хочу особое внимание уделить все-таки ямаха и вообще любой квадраты которые покупать был был на нем ездили по грязи поэтому смотреть от того чтобы он был по факту знаете там не ездили грязи не не был это невозможно поэтому смиритесь за тем нормально где будет трава и всякая грязь не просите от владельцев что-то чего-то было прямо идеально близко к новому это нормально когда вы берете технику условно восьми десяти двенадцати лет назовем в эксплуатации вы не найдете узлов которые просто не были быть чисто идеальной поэтому относитесь к этому спокойно и нормально идем под капотного пространства в принципе в целом я бы хотел сказать это неважный элемент тем не менее стоит посмотреть чтобы в каком состоянии здесь все находится и вы можем понять глубоко ли чувак здесь плавал носился и вообще какой режим эксплуатации все далее смотрим не забывая насколько в принципе здесь в каком части находится хотя скажу что вот это вот это хреновинка назовем вход вариатора она достаточно активно забивается грязью это нормально просто просто смотрите за всем также смотрите чтобы все были выведены вот такие вот сапунчики из редукторов не забываем смотреть состояние воздушного фильтра это многом говорит о том в каком состоянии был мой воздушный фильтр в данном случае воздушный фильтр очень вполне прилично состоянии но его требуется уже желательно конечно промыть и с него пропитку как можно судить о том что здесь действительно все в порядке это первая зона грязная зона в которой скапливаются всякие разные брызги визги и все остальное вот далее мы ее аккуратненько снимаем смотрим состояние снаружи далее мы поднимаем эту зону и смотрим в каком состоянии здесь и на мы видим что здесь есть небольшие маленькие брызги но в целом здесь все очень достаточно культурно чистенько и особо не придешь но вот если здесь будет вот если здесь будет вот в таком состоянии я в очень сильно задумался стал ворту внимание сильно на мотор имейте ввиду в целом некоторые ставят шнуркеля я не противник шнуркелей если их делают поскольку люди разные условия эксплуатации бывают броды и не броды просто для того чтобы каждый раз не мерить полка лужи просто смотрите как эти шнуркеля сделаны то есть если вы покупаете к этому шнурки обязательно разберите весь пластик и проверьте наличие как все это дело сделано насколько это герметично но честно скажу ямахи не особо сильно нужно поскольку мы видим что у нее уровень фактически чуть ниже бака находится засасывается он сделан таким зоником чтобы я здесь сильно залетал вот а в то же время ему будет не хватать когда мы не как-то часть заделывают и проделать будет не хватать и воздуха имейте ввиду поэтому стоит на эти элементы также обратить внимание нужно ли нужно шнуркеля либо вернуть обратно все в сток так бы я бы рекомендовал вам обратить внимание и заглянуть в бак что вообще там происходит в каком состоянии то все находится чтобы понять вдруг там все таки так уже не не так все сладенько вам придется удар залазить свои лапки засовывать поэтому стоит на это обратить внимание еще проверяйте дроссельный патрубок на котором ходит весь этот элемент под названием воздушный фильтр и дроссель для того чтобы все-таки быть уверенным что действительно все в порядке он засасывал грязище и за счет этого у нас не получалось что мотор уже на грани гибели находится далее не стесняемся смотреть масло и смотрим его состояние в данном случае масло свеженькое скажу честно и ему пробег порядка 100 километров она имеет и такой вид поэтому имейте ввиду в целом про приборные панели особо хочу отметить о том что смотреть за состоянием таких вещей как например соответственно пробег и моточасы насколько они будут соответствовать тому что заявлено проверить на том что переворачивание предваривающихся я про это не буду это можно сделать нескиток манипуляции перейдя в меню приборки и посмотреть что там происходит это найдете на просторах интернета я самому внимания не буду уделять вообще на самом деле теперь найдем начнем самое главное когда мы осмотрели внешние узлы агрегата перейдем к тому чтобы проверить насколько состояние мотора живой то есть мы что делаем мы берем белый листочек на холодном двигателе прислоняем к холодной трубе заводим его и даем газу и тем самым мы смотрим что на листке на белом видно то есть это либо будет масло которое очень сильно плюет мотор ты значит жизнь мотор достаточно таком непонятном состоянии и поэтому я думаю при садебу дорогостоящий ремонт и так погнали значит что мы сделаем заводим его да и также смотрим по состоянию того что насколько у него выхлоп становится хороший или хороший поскольку и опять же не дубай температура воздуха может быть разные вы можете спутать в зависимости от того когда вы смотрите температуру плюс два плюс три дым ну выхлоп может быть достаточно цвет такого непонятного тоже это имейте ввиду вот и дальше мы включаем газуем смотрим не должно быть никаких прострелов если есть прострел то соответственно люблю лезть на двух клапанов либо что-то смотреть имейте в виду поэтому такие моменты очень важные не стесняйтесь понюхать выхлоп чем вообще пахнет он не должен пахнуть каким-то маслом горелым если вы подпахивать так и черный дым сизый идет так вот ну значит я честно скажу птиц до мотора нужно будет лезть под кольца здесь все в порядке ну в целом ребята я хотел в принципе вот так вот рассказать про него сейчас заглушу в целом хотел рассказать про yamaha таких момент и узлы смотрите раму часто бывает вот целом на что обратить внимание в остальном дальше вы по сути честно говоря особо сильно не узнаете что-то если с ним не так пока не поле глобально сунете в целом вот как бы такие первичный элемент на который стоит обратить внимание дальше справиться спрашивайте на продавца насколько он лукавит насколько он не лукавит исходя из этого вы поймете в целом что особо он врет насколько он честен этому и также не забывайте проверить это несложно там есть болт масло посмотреть в каком состоянии вязание в редукторе в переднем редукторе в целом так ребята желаю вам удачи в поисках хороших гризликов который будет вас радовать и не будет вас ввергать дополнительно расходы на их обслуживание да забыл очень важный момент проверяйте тормоза футом они состояний тормоза должны быть вот такие то есть она не должна быть дубовая она должна быть хорошо работать потому что в новом случае здесь попадал на то что я здесь менял все ремкомплекты всякие разные фигурки под названием резиночку уплотнитель полировал цилиндры это достаточно геморрой на для меня было вот но это же денег это тоже до просхода ребят иметь ввиду которых можете попасть поэтому вот основные предметы торга посмотрите торгуйтесь и делать для себя выводы в принципе опять же подписываться на канал много будет интересного нажимать на колокольчик ну и в целом наблюдайте за остальным дальше ребята удачи вам всем и берегите себя не забывайте одевать шлем когда катаетесь